Вот я хочу рассказать о некоторых этапах атомного проекта нашей страны с вами. Этот период заканчивается 55-м годом. Почему 55-м годом? Да потому что до этого года было постановление соответствующие президенты Российской Федерации и довольно много документов просто рассекречено. То, что после 55-го года пока не разрешается публиковать. У нас есть несколько этапов. С 43-го по 49-й год это создание лаборатории номер 2 под руководством Курчатова. Это нынешний институт курчатовский. 48-й год, 53-й год это реализация идеи Сахарова. Мы подробно об этом скажем так же как в первом этапе. А третий этап это разработка и реализация принципа радиационной имплозии. На мой взгляд, самая красивая и замечательная идея, о которой мы с вами поговорим. Ну, конечно, нам всем в нашей стране повезло, что во главе атомного проекта был Игорь Васильевич Курчатов. Когда сейчас читаешь его резолюции, письма, ну, вы же знаете, что его ученики ведь спонтанное деление открыли. Это, я думаю, что Иоанн принципиально отказался быть среди авторов. Конечно, этот результат заслуживает Нобелевской премии. И он тогда, работая в Ленинградском физтехе, уговорил тогдашнего руководителя метро московского, чтобы физикам Ленинградского физтеха дали возможность проверить, так это или не так. Потому что некоторые физики, физтехи Ленинградского говорят, да у вас, наверное, скорее всего это, ну, космический фон, что вы тут... Он уговорил, сделали и показали. Понимаете, то есть это, помимо того, что это совершенно выдающийся физик, это был, конечно, выдающийся организатор. Вот, давайте вернемся, какие были довоенные основы атомного проекта. Ну, общие формулировки идеи о возможности атомной бомбы из урана 235-го, были статьи, и в том числе и Харитона, и Зельдовича, формулировки понятий, что такое критическая масса, элементы теории ядерной цепной реакции. Что поражает сейчас, что это был чрезвычайно высокий уровень советских исследований. И по теории ядра, ну, я уже говорил, и открытие ядерных изомеров, и спонтанного деления, создание первого в Европе циклотрона. Представляете, то есть, это же, у нас это все было. Проведение всесоюзных и международных конференций по физике, создание комиссии по ядерному ядру и так далее. То есть, это была очень серьезная, целенаправленная работа ученых и государства. Ну, и что меня поражает, вот, когда вот сейчас мы смотрим, какие же были публикации до войны. Вот, я внимательно посмотрел публикации физтеха ленинградского, ну, я там несколько недель назад тоже им читал лекцию о роли, значит, ленинградской школы, школе физиков физтехи, им исполнилось 95 лет, и они меня пригласили, я выбрал на один день, к ним съездил и рассказывал о том, как они работали, что они сделали. Меня поражает, понимаете? То есть, один ленинградский физтех написал статей и публикации мирового уровня, которой могла бы позавидовать любая самая высокоразвитая страна. Вот что тогда было. А вот наш научный руководитель Юль Борисович Каритон об Иоффе говорил, у Абрама Федоровича была вера в могущество физики. Очень много идей рассыпал он вокруг себя. Иоффе глубоко понимал, что ядерная физика – это тот раздел физики, который не может не дать выхода. Обратите внимание. А резерфорд, который ядро открыл, он сказал, что это никогда не найдет, никого применить. А вот наши физики это прекрасно понимали. Или Николай Николаевич Семенов, который создатель теории цепных реакций. Когда Юль Борисович Харитона, некоторые студенты из Англии спросили, а когда же вы вообще-то атомной бомбой начали заниматься? Ну, известно, что Юль Борисович там 46-го года у нас был фактически научным руководителем. Он сказал, да я, говорит, вообще-то этим делом занимался с Иоффе с 30-х годов. Потому что теория цепных реакций – это и есть основа того, что происходит в ядерной энергетике. И Юль Борисович о Семенове говорил, директором Николай Николаевич был совершенно необычайным. Если у кого-нибудь появлялась свежая идея, он радовался этому и всячески помогал ее реализовывать. Это его качество много давало делу. Семенов был одним из тех, кто предопределил наш успех в решении урановой проблем. Очень хорошо, когда крупные интеллектуалы становятся руководителями. Ну, я свое личное мнение скажу, что очень многие сейчас руководители не являются специалистами в том деле, которым они руководят. Я думаю, что это все неправильно и не так хорошо для нашей страны. Вот атомный проект чем интересен? Это была самая быстрая дорога от фундаментальных исследований до конкретных результатов. То есть, люди показали. Ну, практически ведь, смотрите, прошло меньше десяти лет от открытия фактически деления и до практических результатов. Не было вот таких очень серьезных моментов практически в истории всего мира. Смотрите, какие принципиальные особенности? Новое знание – это ядерная физика, физика взрыва и гидродинамика высоких плотностей энергии, радиохимия, специальное материаловедение. Это новые технологии, это ядерный реактор. Вообще таких устройств не было. Выделение плутонии из облученного ядерного топлива. Это совсем новое направление. Это газодиффузионное электромагнитное разделение затопов. Ну, представляете, уран-235 и уран-238. Отвечается-то по массе на копейку. И научились разделять. Ну да, вначале, конечно, надо было, ну, потому что уран-235 чуть-чуть легче, да еще с фтором, чем уран-238. Ну, поэтому надо было строить достаточно большие фильтры, для того, чтобы более легкий уран-235 быстрее пробегал через эти фильтры. Это, конечно, были огромные циклопические сооружения и требовали огромного количества энергии. Потом, в нашей стране, конечно, другой был способ изобретения этой центрифуги, и мы были всегда лидерами в этом направлении. Ну, и новое производство. Это по добыче и переработке урана, комбинат по производству плутония, комбинаты по производству урана высокообогащенного. Ну, у нас страна с вами богатая, и много полезных ископаемых везде есть. Конечно, уран очень быстро нашли, хотя вначале использовали для всех этих работах именно уран, который в других странах добывали. Что еще очень интересно? Развитие вычислительной математики. Атомную, тем более водородную бомбу, невозможно создать без огромного количества расчетов. И сейчас именно вычислительная математика родилась в результате атомного проекта. Дело в том, что, конечно, очень много экспериментов, вы понимаете, с ядерным оружием сделать невозможно. Это, во-первых, и дорого, и длительная процедура вся. Поэтому именно вычисления легли в основу именно создания этой всей системы. И сейчас это для всех высокоразвитых стран является движителем прогресса. Сейчас и самолеты, и другие устройства, ну, конечно, очень хорошего мирового качества создаются сначала в результате расчетов, когда производятся тысячи расчетов, и после этого только начинается нормальная разработка. Вот я могу сказать совершенно определенно, что вот сейчас, когда мы уже решили создать отечественный программный продукт по прочности, по теплу, по массе теплопереносов, а это продукты, это иностранные сейчас, либо, к сожалению, ворованные иностранные на рынке. Для оборонных предприятий, а если кто хочет конкурировать, то его применять нельзя, потому что это сразу же будет наложено соответствующие санкции. Вот. И мы сейчас такой продукт уже тоже во ВНИЭФ создали, и для того, чтобы все мы использовали. Это в несколько раз удешевляет разработку и в несколько раз укорачивает срок разработки. То есть, если хочешь конкурировать, пользуйся расчетами. Дальше. Конечно, создалась физика высоких плотностей энергии. Ну, о чем мы говорим? В ударных сжатиях обычное вещество сжимается в несколько раз. Ну, представляете, железо, которое имеет около 8 граммов в кубике, оно под воздействием ударной волны и по сжатиях сжимается в несколько раз. А в термоядерном оружии эти плотности доходят до 1000 граммов кубик в кубике. Вот область высоких плотностей энергии, которую надо знать. Ну, и температура, естественно, от обычной с нами температуры до сотни миллионов градусов. Вот этот диапазон, нужно знать поведение веществ, как они ведут себя. Ну, и, конечно, развитие этой ускорительной техники, ну, и я уже говорил, и радиохимия, и, конечно, и совершенно четко нужно понимать, что необходима радиационная биология. Как это все влияет на человека. Это вот ничего не было в нашей стране, да и вообще в мире. Значит, было два проекта. У нас с вами в нашей стране был только один проект, я потом скажу, почему. Значит, урановая бомба. Заряд на принципе сближения. Ну, все очень понятно. Чем, как, когда у вас на один нейтрон, если он попадает в ядро, попадает, значит, выделяется больше одного нейтрона, и через какое-то время ясно, что начнется цепная реакция. Но она должна начаться тогда, когда число рожденных нейтронов будет меньше того числа, которое уходит через поверхность. И чем больше, значит, масса поверхности у вас, значит, отношение массы, поскольку она растет, как R куб, а поверхность, как R квадрат, через некоторое время ясно, что будет критическая масса. И это обычное на пушечном сближении, когда два куска урана 235-го сближаются друг к другу, и подается нейтронный источник, который инициирует это, и происходит ядерный взрыв. Вот поэтому сейчас все и боятся-то чего? Распространение урана оружейного. Потому что для того, чтобы создать на принципе сближение, это любая страна может сделать. Более того, первая бомба, которая была использована над Хиросимой, это была урановая бомба, без предварительных вообще испытаний. То есть эта бомба разрушила Хиросиму и принесла огромное количество жертв без предварительных испытаний. Вот. Ну и, конечно, значит, трудности какие были? Ну, уран надо разделять. Это, конечно, очень дорого, и, как я уже вам говорил, что это диффузионные ноты. Здесь очень простая система. Есть, значит, цилиндр, ну, допустим, из урана, значит, полы, в который выстреливается высокообогащенный такой же уран, подается нейтронный импульс, и все, вот готовая атомная бомба, которая была взорвана над Хиросимой. А второе уже, это уже на, поскольку все понимали, что очень трудно делить, то есть разделять уран-235 от 238, вот, это уже на принципе имплозий. А вот там уже возникают трудности. Когда стали получать плутоний, он более эффективный материал, но у него, к сожалению, существует плутоний 240. А плутоний 240 от 239 отличается тем, что у него достаточно большой нейтронный фон. И поэтому, если вы в пушечном сближении начнете сближать эти два куска плутония, у вас начнется энерговыделение, которое, ну, вместо взрыва получится очень небольшой пшик, так скажем. Вот. И тогда американцы, значит, стали думать, а что же делать? А они же собрали лучших ученых со всей Европы и Америки. Вот. И тогда они придумали принцип именно имплозий. То есть, как можно быстрее это собрать. Не в результате пушечного сближения, там, ну, летит один кусок урана в другой, и в нужное время дается, значит, нейтронный импульс. А тут все время нейтронный импульс есть. Вот. И имплозий, чтобы как можно быстрее это собрать. Значит, ну, плутоний, как известно, в ядерном реакторе образуется при помощи в результате захвата нейтрона урана 238-го, а потом, когда новый материал получается, новый химический элемент, это довольно сложная и непростая, значит, технология его выделения химического, а потом еще и создание металлического урана, то есть, плутония. Вот. Вот. И, ну, и, конечно, такого материала-то нет в мире. Понимаете? Это надо изучать, как он себя ведет, какие у него свойства. И вот, значит, схема, значит, первая, ну, по современным представлениям, очень простая конструкция, хотя над ней работали лучшие ученые всего мира. То есть, взрывчатка, в которой нужно создать идеальный фронт ударной волны. Это тоже непростая задача. Вот. Потом в центре плутоний, а в самом-самом центре это, значит, нейтронный запал. Ну, тогда американцы применили, значит, полоний с бериллием. И когда ударная волна приходит, они перемешиваются и создается нейтронный фон быстро, а до этого, до прихода ударной волны, не создается. Вот. Это вот первая атомная бомба, которая была создана американцами, а потом в РДС-1 наши специалисты ее воспроизвели. Какие у нас были этапы? Ну, вот в 46-м году, ну, вот представляете, 46-й год. Это только-только кончилась война, и уже в лаборатории номер два был осуществлен пуск уранографитового реактора. Полуразрушенная сторона сделала это. Значит, и все, что положено там, было отлично сделано под руководством Курчатова. Реактор содержал 45 тонн урана и 400 тонн высокочистого графита. Максимальная мощность реактора примерно 4 мегаватт. Кстати, я немного отвлекусь. Недавно возникла проблема. СРБМК. Вы, наверное, знаете, многие из вас, что уже достаточно много лет эксплуатируются эти с графитом атомные реакторы, и они стали, ну, лопаться, эти графитовые вещи. И, конечно, все очень сильно так озаботились, что же дальше будет. Ну, представляете, когда надо снимать с эксплуатации, это же сложное дело. Они делаются по решению президента Российской Федерации. Ну, и некоторые регионы могут оказаться без соответствующей подпитки электричеством. Наши специалисты, в том числе в НЕФовске, я говорю, поучаствовали в этом процессе. Как московские наши коллеги предложили вариант, как лечить эти реакторы. Вот, наши, имея огромные вычислительные возможности и самые главные методы расчета, показали, что предложенные методы нормальные, и на несколько лет это все можно сделать. И сейчас пришло четкое разъяснение, что эти реакторы могут совершенно спокойно в течение заметного количества лет работать, и можно с ними и дальше некоторое время работать. Вот, это, конечно, было выдающееся событие 25 декабря 1946 года. Теперь, значит, ну, а промышленный реактор стали делать на Урале. Вы, наверное, знаете, многие из вас, что это на маяке было. Вот, и уже в 1948 году, ну, представляете, за столь короткое время. Прошло всего-то два года, и был запущен реактор, уже промышленный. Мощность реактора была примерно уже 100 мегаватт. Реактор содержал 150 тонн урана и более 1000 тонн высокочистого графита. Я недавно в этом году там побывал еще раз, и там уже, конечно, все демонтировано, и это превратили в кусочек музея. Ну, и уже 22 декабря 1948 года состоялся пуск завода для радиохимического выделения плутония. Ну, и здесь, ну, реактор, собственно, создавался под руководством Далижаля, а радиохимические процессы были разработаны под руководством Хлопина в радиоинституте в Петербурге. Ну, а технология изготовления чистого, то есть металлического плутония, она была сделана в Москве в НИИ-9 под руководством академика Бочвара. Что еще поражает? Вы знаете, вот Сергей Иванович Бавилов тогда был президентом Академии наук нашей страны. Академия наук выступила с предложением создать, ну, программу, работу. Очень интересную, очень богатую. Вы знаете, меня поражает следующее, что буквально, я не буду сейчас говорить об этой программе, здесь перечислены все основополагающие моменты, которые надо в этой программе учесть. Меня поражает другое, что через несколько недель Совет Министров СССР принимает постановление о реализации этой программы. Понимаете? Вот когда ученые, технологи, конструкторы, конструктора и власть работают очень профессионально и вместе, результаты могут получаться фантастические. Ну, так оно и произошло. Ну, вот, хотелось бы вам несколько слов сказать об основателях и лидерах атомного проекта. Большая часть из них – это выходцы Ленинградской школы физики. Это именно первая стадия атомного проекта. Я очень был знаком, естественно, и работал под руководством Юлия Борисовича Харитона. Мы очень часто встречались, обсуждали, в основном, значит, научные проблемы. Конечно, школа Харитона – это одна из таких основ нашего ядерного центра. И я помню, конечно, когда даже много специалистов, руководителей пропускали какую-нибудь неточность, Юль Борисович ее никогда не пропускал. Он все документы, которые мы выпускали, и он особенно подписывал, через него пройти было абсолютно невозможно. Никогда, если ему говорили, Юль Борисович, ну, наш срок, мы же срываем план или что-то в этом духе. Если он считал, что есть некоторая неточность, никогда ни один документ он не подписывал. То есть, это была настолько тщательность и научная достоверность совершенно потрясающая. Более того, если иногда, знаете, вот где-то так ошибся немного, и хочется, ну, свою ошибку как-то немножечко так, не сказать, что ошибся, с ним было бесполезно абсолютно. Но если сказал Юль Борисович, вы знаете, я вот здесь ошибся, прошу извинения, я просто исправил. Абсолютно после этого все прощал. То есть, честность и достоверность у него была на первом месте. Ну, и, конечно, РДС-1, это первая бомба, которую Советский Союз испытал. Да, физическая схема была заимствована, вот то, которое я говорил, у американцев. Но, конечно же, вся конструкция, все измерения, это же были сотни взрывов на площадках нынешнего ВНИЭ. Это же надо было создавать новые методы, людей воспитывать, новую отрасль физики развивать. Это было сделано. Ну, и самое главное, конечно, вы знаете, спрашивается, а рисковали ли наши ученые или не рисковали? Хотя решили именно первый образец повторить испытать. Ну, конечно, рисковали. Более того, была группа, которая по нашим сведениям сидела в засаде и говорила, что ничего не получится. Для того, чтобы всю эту компанию, которая занималась во главе с Юлием Борисовичем, смести. А был и физический риск, реальный. Потому что, несмотря на то, что я вам сказал, что принцип традиционной имплозии, значит, потребовал довольно быстрого перехода через критическое состояние, все равно несколько процентов провала было. То есть, если бы эти несколько процентов реализовывались, это было бы, конечно, я не знаю, как бы все дальше развивалось. Более того, Флеров, который у нас, мы его считаем, родоначальником ядерной именно исследований в нашем институте, вместе с Курчатовым, они поставили, значит, некоторые приборы для того, чтобы фон внешний измерять во время взрыва. И некоторое время это показало, что фон достаточно высокий. Флеров говорит, что не стоит ли повременить. Но Курчатов сказал, нет, будем взрывать, и все удалось нормально. То есть, даже в этих условиях был вполне определенный, заметный риск, на который сейчас бы при ядерных испытаниях мы никогда бы не пошли. Мы идем только тогда на испытания, когда четко и ясно по расчету все идет 100%. И то, в 15-20 случаях, когда мы проводили испытания, мы получали не то, что хотели. Ну, конечно, вот были проведены, ну, вы понимаете, это что, но новая область физики, это новые знания по огромному числу новых направлений, ну и, например, исследование критического состояния процесса переноса нейтронов. Конечно, это все делалось по расчету, но для того, чтобы знать, ну, хорошо мы понимаем это или нет, но, конечно, пришлось критические сборки у нас сделать. И сделали, и до сих пор работают этот стенд критсборочный, и там работают специалисты. Значит, теория энерговыделения. Совершенно очевидно, конечно, что без теоретических и, как я уже вам говорил, без расчетов это все невозможно сделать, потому что надо и конструкцию выбрать, и ее потом рассчитать, и посчитать, насколько она устойчива всего. Это все надо было делать, и это было сделано. Дальше. Теперь вот по распространению, значит, генетационных волн, это же надо, ну, представляете, что до нескольких долей, значит, миллионных долей секунды надо было фронт генетационных волн. Во-первых, сформулировать, определить, измерить, показать. И это все было сделано. Теперь, значит, дальше. Ну, сверх точно, вы сами понимаете, что особенно тогда конструкцию сделать было невозможно. Это сейчас, знаете, вот мы сейчас делаем некоторые зеркала для рентгеновского телескопа. Значит, там точность изготовления поверхности после шлифовки. Это 5 ангстрем. Ну, тогда же это, во-первых, сверхточные станки, во-вторых, шлифовка всеми возможными способами. А тогда же этого ничего не было. Но надо было сделать аккуратно и точно. И этого добились, действительно, и показали, что точность распространения генетационных волн именно такая, которая есть. Ну, и испытания. Ну, сами понимаете, руководитель испытаний, председатель спецкомитета Лаврентий Павлович Берия. Научный руководитель испытаний, академик Курчатов. Атомный взрыв был произведен 29 августа 49-го года. Это у нас теперь день испытателя во ВНИЕФе. Но энерговыделение взрыва составило 22 килотонны. Здесь при испытании определили параметры ударной волны, поток теплового излучения, определение характеристик нейтронного и гамма-излучения, определение уровня радиационного загрязнения местности. Вот. Что меня поражает больше всего, вы знаете, настолько все были уверены, что все будет хорошо, поставили огромное количество техники. для того, чтобы проверить, как атомный взрыв на это влияет. Вот, казалось бы, у нормального человека какое состояние? Ну, ты испытай сначала, может, у тебя ничего не получится. А после этого только проверяй, как влияет это оружие на все параметры. Так нет, с самого начала все поставили. И вы знаете, меня поражает, но оказались правы. Ну, вот схема первой советской атомной бомбы, она всем известна. Она достаточно компактная, очень аккуратная. Так что в нашем музее можно ее увидеть в Сарове, в натуре. Ну, фазы атомного взрыва, это понятно. Это поднимается потом грипп, очень такой неприятный и страшный. Ну, и, конечно, что получено? Получена прямая экспериментальная информация. Конечно, о том, что это, конечно, ну, мир другим стал. Ну, абсолютно стал другим. И видно, что наши специалисты действительно продемонстрировали, что это действительно ученые, инженеры, технологи. Они специалисты мирового уровня. И, конечно, это потрясло не только нас, но, конечно, потрясло и американцев. Никогда они не думали, что за столь короткое время полуразрушенная страна может создать науку, технологию, производство мирового уровня. Ну, и, конечно, то, что вот эта вот новая физика фактически реализовалась, понимаете? То есть, это физика имплозии. Понимаете, вот когда можно, оказывается, имея не такие уже мощные энергоресурсы, в небольших объемах создавать огромные давления и огромные плотности, вот этого никто раньше в мире вообще не умел. И то, что можно сверхточные детонационные волны формировать, тоже никто не умел. И это научились делать. Вот это, конечно, было замечательное достижение. Вот Юль Борисович писал, «Я поражаюсь и преклоняюсь перед тем, что было сделано нашими людьми в 1946-1949 годах. Было нелегко и позже, но этот период по напряжению, героизму, творческому взлету и самоотдаче не поддается описанию». Ядерное оружие своей невиданной разрушительной силой, применение которой угрожает жизни на Земле, удерживало мировые державы от войны, от непоправимого шага, ведущего к всеобщей катастрофе. Самое изощренное оружие массового уничтожения до сих пор содействует миру на Земле, являясь мощным сдерживающим фактором. Для нашей с вами страны, для нашей Родины, меня спрашивают, а сколь долго будет ядерное оружие быть основой обороны? Да всегда оно будет. Дело в том, что обычными, любыми сверхточными средствами такую огромную территорию защитить невозможно. только оружие сдерживания, которое не позволит никому именно подумать или задумать нехорошие вещи относительно нашей страны. Потому что, ну вот когда смотришь на нашу территорию, на наши границы, ну представьте на минутку, что мы ее защищаем обычными средствами. Да никакая экономика не выдержит. Только оружие сдерживания, только на мозгах и на высоких технологиях мы можем защитить страну. И именно, я всегда это говорю, обращаясь к ученым, к инженерам и к вам, будущим специалистам, конечно, именно вот это самая главная защита нашей страны. Пошли к следующему этапу. То есть, вот то, о чем я вам рассказывал, это, конечно, достижение физиков, технологов, экспериментаторов. Ну, это так, по нашей терминологии, электронвольтные температуры. То есть, температуры там несколько там тысяч градусов. Но когда нужно уже создавать термоядерное оружие, это уже киловольтные температуры. Это уже миллионы градусов. И вот здесь уже на первый план выходит уже московская школа физиков. Значит, когда и здесь огромную роль сыграл, конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров. Они, им была поручена группе Тамма, именно значит, там было несколько проектов. Значит, это группа Тамма, которая вместе с Сахаровым, с Гинсбургом и с другими работала, но и группа Якова Борисовича Зельдовича. Вот. Ну, как вы знаете, Сахаров предложил свою слойку, Гинсбург предложил вещество литий-6. Вот. И это это все было сделано. Вот. Значит, ну, Яков Борисович Зельдович работал над чем со своей группой? Ну, представьте себе, что есть вот труба огромная, вот с дейтерием, и вы кусочек трубы этой поджигаете высокой температуры. И после этого детонационная значит, волна идет, и дейтери зажигается. Вот. Но здесь ситуация такая, что ну, и американцы, и мы через некоторое время поняли, что ну, не получается. Я вот с философской точки зрения подумал, что может быть, что же есть сверху, кто за нами наблюдает, и такие проекты не пропускаете. Ну, представьте себе на минутку, что это бы получилось. Это что же можно было бы? Наполнить трубу, ее на неограниченное расстояние пропустить, зажег, и получил бы вообще огромный взрыв, вообще никем никогда не контролируя мощности. Понимаете? То есть, это вообще, так сказать, было бы ужасающее вообще такое оружие. Но расчеты все же показали, что это, к сожалению, детонация вот в дейтерии, даже если в начале будет некоторый кусок связанный с третьем, не получилось. Вот. но вот Сахаров придумал слойку. Ну, что такое слойка? Понимаете? Ну, он хотел зажечь термоядерное горючее при помощи, пока он еще не знал, каким способом взять энергию от первичного источника энергии, конечно, ядерного. вот. И его пригласили во ВНИЕ и показали, как нужно, как устроено РДС-1. И он понял, что надо взять РДС-1 и там поставить слои горючего. То есть ниоткуда-то брать. И это было сделано. Значит, но это уже совсем другая физика. Это уже, как я уже говорил, вам киловольтные температуры. Значит, и что еще интересно, что в результате термоядерных реакций 3-ти с дейтерием возникают 14-ти мегавольтные нейтроны, которые делят не только уран-235, но и делят уран-238. мой. И здесь надо было изучать физику, физику именно неравновесности. Ну, вы знаете, что вот когда вы нагреваете вещество, это, конечно, плазма уже. Там есть электроны, есть ядра, есть излучение. и в некотором интервале времен каждая из этих, скажем, субстанций имеет свою собственную температуру, но они должны прийти в равновесии и с излучением тоже. То есть это очень интересная и очень интересная физика и очень сложная физика. И это было показано и что это можно сделать. Но вот когда они приходят в равновесии, дело в том, что когда легкий слой граничит с ураном и все это прогревается до вот этих миллионов градусов, то это газы фактически получаются. И число частиц в уране больше, чем число частиц в легком веществе. И поэтому давление там становится в уране гораздо больше, чем в легком веществе. И этот тяжелый материал в результате ионизации сжимает легкий слой и повышает его энерговыделение. В общем, и мы этот процесс, когда тяжелое вещество при ионизации сжимает легкое, называем сахаризацией в честь Андрея Дмитриевича Сахарова. Дмитриевича вот это свойство сжатия легкого под действием урана, оно в первую очередь было использовано и оно потом было использовано уже и при следующем поколении. вот конечно этот новый вид уже термоядерного заряда он потребовал существенно более сложных расчетов, потому что без них рассчитать такую систему было абсолютно невозможно. вот три фигуры которые я хотел бы назвать это Мячеслав Севлович Келдыш выдающийся математик наш активнейший участник и организатор наших ракетно-ядерных проектов и ядерных испытаний и всего это Андрей Николаевич Тихонов ну и Константин Адольфович Семен-Дяев эти специалисты очень много сделали. Меня поражает значит кстати академик Ландау Лев Давидович он героем стал именно за работы которые он выполнил значит во вне и поражает следующее что значит именно под его руководцем были выполнены основные расчеты энерговыделения слойки сахаровской причем меня поражает следующее что ну там получилось около четырехсот килотонн то есть это нормальное уже термоядерное устройство вот ошиблись то очень немного с колоссальной точностью имея не имея практически никаких вычислительных мощностей даже ведь знаете по сравнению с тем что было ну допустим возьмем 70-й год пример ну бэсм-6 всем хорошо известны миллион операций в секунду сейчас у нас вычислительные возможности вне в миллиарды раз больше чем то чем 70-м году а то что они делали 53-м году это вообще слезы ну представляете какой талант был у людей что практически не ошиблись и и рассчитали систему кстати мы сейчас молодым нашим специалистам попросили прооптимизировать но допустим вот есть сахаровская слойка вот вам физическая схема сделайте лучше в этой конечно физической схеме вы знаете максимум что можно сделать на 20-30 процентов всего то есть вот какой уровень таланта тех людей которые это все сделали более того к началу значит работы отсутствовали количественные данные об основных процессах определяющих протекание взрывов водородного изделия наиболее обширные и полные исследования скорости реакции ДТ были проведены в ФИАНе это лаборатория Франко в результате этих работ в полной достоверности установлен фундаментальный для факта исключительно высокого значения скорости термоядерной реакции ДТ не знали даже насколько это реакция то есть скорость этой реакции и все институты физические на нашей страны работали над этим вот что еще конечно новая совершенно физика была создана понимаете когда ударная волна идет из тяжелого материала в легкой и тормозится здесь происходит следующее что при торможении фактически реализуется неустойчивость турбулентное движение и от него конечно очень сильно зависит как горит легкий слой так вот надо было создать эту пусть приближенную но теорию до которой не занимались и кстати фундаментальные вопросы этого они из первых принципов ну совершенно они до сих пор неизвестны конечно ситуация такая мы сейчас вот это турбулентное движение до сих пор к сожалению считаем по полу эмпирическим моделям нам нужно это турбулентное движение считать по уже уравнением на въезд токса а у нас пока это еще только уравнение эйлера гидродинамики есть и конечно ну сейчас у нас значит петафлопсные машины нам нужны конечно же экзофлопсные машины то есть 10-18 операции в секунду для того чтобы уже из первых принципов это все считать насколько нам это удастся ну жизнь покажет ну а конечно значит понимаете вот меня вот это вот поражает что было проведено около 300 опытов на моделях когда отрабатывалась слойка и около 40 опытов с зарядами натуральной величины а это тонна каждой больше тонны взрывчатки представляете какие-то какой масштаб работы был сделан это же его надо изготовить сделать эксперимент и самое главное провести массу физических измерений и это все было сделано ну и конечно значит я Яков Борисович Тильдович у нас очень долго работал у нас вообще было два теоретических отделения тогда они назывались секторами одним командовал Андрей Дмитрий Сахаров другим Яков Борисович Зильдович вот ну а научным руководителем как я уже вам говорил был Юль Борисович Харитон вот и конечно очень тепло я здесь не буду зачитывать слова которые о Яков Борисович говорил Андрей Дмитрий Сахаров и было я с большим удовольствием в очень молодые годы мне удалось поработать и с тем и с другим это конечно чудные совершенно люди и с такими коллегами трудиться и под их руководцем работать это конечно огромное счастье ну РДС 6 было очень успешно испытано замечательные полученные результаты и конечно все измерения полностью соответствовали тем и вот значит я я бы хотел сейчас вот хотел бы обратиться к следующим кто тогда руководил вообще отраслями вот список ведущих научных руководителей атомных предприятий направления работ тогда входили курчат академик научный руководитель работ по атомной энергии хритон член корреспондент научный руководитель по атомной бомбе ландау академик научный руководитель расчетно-теоретических работ алихан академик научный руководитель атомных реакторов тяжелой водой бочер академик научный руководитель металлургического производства плутония и еще 19 ведущих ученых советского союза мысль у меня простая если хочешь чтобы был результат советуйся с ученым вот очень часто говорят что знаете вот советский союз там значит гонкой вооружений там все остальное вот ядерные арсеналы вот два графика вот смотрите в середине 50-х годов ядерный арсенал США приобрел качество тотального уничтожения общий мегатоннаж ядерных боеприпасов США в 56-м году достиг 9000 мегатонн во время Второй мировой было израсходовано всего 4,5 4,5 мегатонн и вот смотрите график слева каких значит мегатоннаж там а справа число испытаний наша страна только догоняла никак не участвовала в гонке а наоборот парировала ту угрозу а когда представьте себе к 53-му году когда была испытана сахаровская слойка ядерных зарядов США было в 10 раз больше чем в Советском Союзе если бы советские ученые не догнали американцам термоядерным оружием этого преимущества помочь было бы в сотни раз то есть это все более и более ну здесь показано что сделали они американцы вот ну представляете они уже в 54-м году имели 15 мегатонн да конечно это было тяжелое там устройство и все ну для нашей страны не очень пригодные но у американцев они стояли уже на вооружении понимаете вот здесь первая программа значит американцев я не буду вам о них рассказывать вот сейчас хочу вам рассказать о третьем этапе на мой взгляд самой красивой вещи ну все можно можно использовать как мощный источник энергии который хорошо рассчитывается и так далее и это было сделано понимаете вот и это у Сахарова называется третья идея когда источник энергии атомная бомба и излучение обжимает именно термоядерный узел кардинально после этого меняется все термоядерное оружие становится более неограниченной мощности любых как говорится размеров это все можно сделать и так далее вот что пишет Сахарова по виду к третьей идее одновременно пришло несколько сотрудников наших теоретических отделов одним из них был я смотрите как скромно Андрей Дмитрий говорит хотя все считают отцом водородной бомбы мне кажется что я уже на ранней стадии понимал основные физические и математические аспекты третьей идеи в силу этого а также благодаря моему ранее приобретенному авторитету моя роль принятие осуществления третьей идеи возможно было одной из решающих но также несомненно очень велика роль Зельдовича Трутнева и некоторых других и быть может они понимали и предугадывали перспективы и трудности третьей идеи не меньше чем я понимаете то есть Андрей Дмитриевич меня конечно поражал именно вот этой своей скромностью значит и кстати когда вот на принципе радиационной имплозии значит ну было уже постановление правительства о том что надо по сахаровской слойке дальше действовать ну там ученые видели ну получишь максимум 0 вместо 0,4 ну мегатонн а здесь вообще можно получать сколько хочешь какую энергию хочешь в зависимости того какой термоядерный узел поставишь и принцип радиационной имплозии это позволяет Андрей Дмитриевич писал Харитон доверяя теоретикам и веру в сам в новое направление принял на себя большую ответственность санкционировав переориентацию работ объекта в курсе событий был также курчатов формально то что мы делали было вопиющим самоуправством на объект приехал Малышев это бывший министр среднего машиностроения речь его была длинной совершенно безрегустативной мы все остались при своем мнении на нашу сторону решительно стал курчатов путь практической реализации атомного обжатия был открыт ну и сейчас конечно это вы понимаете что принципы используется в лазерном термоядерном синтезе именно когда большое число лучей лазерного излучения попадает в камеру значит идет трансформация лазерного излучения в рентген но именно вот это ну примерно ну при температуре правда конечно не не такой большой примерно 0,3 киловольта вот и обжимается мишень и конечно я сейчас конечно здесь была создана комиссия под председателем 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 тама где был Келдов Леонтович Сахаров Гинсбург Зельдович Халатников но сейчас из этой замечательной команды остался только один Халатников я иногда его вижу на заседаниях Академии наук которая конечно подтвердила о том что это абсолютно правильное и Андрей Дмитрий там писал для всех нас было большим счастьем что Игорь Евгеньевич оказался рядом с нами за доской в служебном кабинете мы получали урок методики теоретической работы на совещании у начальца мы получали урок деловой человеческой научной принципиальности и в любой обстановке урок добросовестности трудолюбия и вдумчивости замечательное было испытание абсолютно все было сделано вот ну и конечно вот смотрите как государство отмечало тогда значит лауреата Ленинской премии были присвоены Зельдовичу Сахарову Харитону и Курчатову вот значит конечно здесь очень была интересная физика как я уже сказал уже она киловольтная над ней работало замечательно огромное количество самых выдающихся людей ну и давайте так честно скажем создание в СССР то есть в нашей стране термоядерное оружие явилось переломным моментом ну я считаю в истории 20 века которая сделала третью мировую войну невозможной и бессмысленной и я считаю что это колоссальная заслуга ученых нашей страны ну конечно она не освобождает от локальных конфликтов и от всего вот но она совершенно четко говорит что без что войну сейчас вести невозможно у него ну и многие спрашивают а как у нас то сейчас с вами я должен сказать что ядерное оружие надежно безопасно и эффективно и ни ни одну технологию которая была создана в советское время мы не потеряли и не только не потеряли но и многое чего развили и это тоже благодаря вот тем достижениям которые были тогда достигнуты я могу сказать что значит вот сейчас так для интереса конечно все ученых волнует а как же вот термоядерное горючее это горит вот американцы создали установку НИФ много миллиардов на нее потратили и кстати сейчас поставлена задача и правительство наше выделяет деньги чтобы мы в Сарове тоже такую установку построили но мы будем ее строить достаточно долго я думаю что где-то к 18 20 года построили вот они американцы хотели зажечь термоядерное горючее сразу сходу я им говорил еще 10 лет назад ну жизнь показала но мы ядерные испытания проводили в том числе и для критериев зажигания ну мало энергии и жизнь показывает что не хватает ну аккуратнее поступите что у вас вероятность зажигания меньше 50% они значит говорили нет у нас все будет но вот сейчас эксперименты провели но кое-что получили где-то 5 по-моему на 10 15 нейтронов но до зажигания пока далеко и вместо вместо вот сферической области пока получает очень сложную трехмерную значит картину ну и конечно вот в последней части конечно Сахаров ну я считаю что он наш земляк во-первых конечно смешно немного что счастливые годы он работал значит за колючей проволокой а в ссылке был в чудном замечательном городе нижнем новгороде это конечно звучит очень немножко так смешно вот но конечно он настоящий нижегородец потому что его предки были служили в церкви в селе выездном когда вот выезжаешь за массой в сторону Сарова и я бы конечно хотел завершить свое небольшое выступление словами Курчатова Андрей Сахаров является необычайно одаренным физиком теоретикой в то же время замечательным изобретателем он достиг крупнейших результатов поставив его на первое место в Советском Союзе и во всем мире важнейшей области физики спасибо вам за что вы меня выслушали аплодисменты аплодисменты Скажите, пожалуйста, а у вас какие-то новости, эксперименты и расчеты делаются в вычислительных схемах, создавая продукты, газодинамики, ну, все процессы, которые расчеты. Понимаете, значит, у нас есть разные стадии. Ну, во-первых, стадия, связанная с газодинамикой, то есть со взрывчаткой. Мы каждый год проводим несколько сотен экспериментов на площадках. Их, конечно, все обсчитываем. До нас проводили огромное количество экспериментов, и тоже это все есть, мы обсчитываем. Дальше есть несколько сотен экспериментов ядерных, по которым есть результаты, ну, например, энерговыделения или выгодный выход термоядерных нейтронов. И большую часть мы ранее, ранее необъясненных экспериментов объяснили, но пока не все. Вот. И, конечно, нам бы хотелось и новые эксперименты проводить. И мы проводим сейчас и газодинамически, но нам бы хотелось проводить эксперименты по физике плотной и горячей плазмы. Но вот пока у нас лазерной установки нет, а мы обсчитываем то, что делают, например, американцы те же самые. Поэтому у нас есть и старые эксперименты, и то, что мы сейчас проводим, и в будущем, ну, пока проводим, и то, что делают американцы. То есть, конечно, обсчеты без калибровки на эксперименты, ну, конечно, они ценности большой не имеют. По расчету можно получить все, что хочешь. Поэтому, конечно, я всегда всем говорю. Физика, наука и экспериментальность. Родина Ивановича, по поводу литерных взрывов в мирных церквях. Если посмотреть в интернет, мы по разным подшетам 124 из церквей из строений на территории Совета Советов. Это и водохранительное, и канала, и повышение несторожений. Ну, действительно, и у нас, и у американцев была мощная программа проведения таких взрывов. Наш институт создал в Казахстане на полигоне, в Симпалатинске, значит, озеро. Ну, создали специально чистый заряд. Ну, относительно чистый, конечно. Потому что обычный термоядерный заряд, там достаточно много осколков деления. Здесь было существенно меньше. Создали это устройство, ну, и это хранили, ну, то есть, этот водоем там есть. Некоторые в нем рыбу ловят и купаются. Ну, хотя там некий фон, конечно, есть, и это не рекомендуется. Мне показалось, что были очень полезны в мирных целях следующие вещи. Когда проводились на достаточно большой глубине небольшие взрывы для того, чтобы зондировать земную кору. После взрыва измеряли все, значит, на многих местах, значит, датчиками интенсивность ударных волн и определяли таким образом состав, значит, коры. Вот в интересах предполагалось в Сибири скрышные работы делать, но правительство потом от этого отказалось. И каналы хотели уже в европейской части сделать, и один взрыв был проделан, но без участия нашего института это делал Уральский институт. Вот мое личное мнение, скрышные работы при помощи ядерных взрывов делать не надо. Ни к чему, абсолютно. А вот такого типа работы, зондирование, которое абсолютно экологически безопасно, поскольку на большой земле можно провести, и там никаких выбросов нет абсолютно, просто измеряются ударные волны, это может быть абсолютно полезным. Но это сейчас запрещено договором о запрещении ядерных испытаний, которые подписаны нашей страной, и более того, он ратифицирован. То есть любые сейчас ядерные взрывы запрещены. В этом сейчас и ситуация состоит. Нам с вами надо поддерживать надежность, безопасность ядерного оружия без испытаний. То есть вся работа переносится в лаборатории экспериментальные и в расчетно-вычислительные центры. Понимаете? То есть именно фундаментальную физику, и ни над одними учеными и специалистами такого в мире эксперимента не было. Чтобы сказали, вот, пожалуйста, должен в течение многих десятилетий боезапас быть, но без испытаний. Поэтому, конечно, это очень трудная, очень серьезная, но очень интересная задача, над которой мы сейчас все работаем. Продолжение следует... Моя точка зрения здесь, я бы ее сказал, следующее. У нас с вами одномерных и двумерных систем не существует. Все они трехмерные. Поэтому точных, бесточных трехмерных расчетов с богатым физическим содержанием, с богатыми физическими моделями – это основа должно быть и всей нашей науки, и всей техники. Поэтому я считаю, что будущее, конечно, за этими точными физическими моделями, и мощными машинами, и самыми настоящими хорошими математическими программами. Потому что без этого абсолютно, мне кажется, дальше развиваться ни техника, ни наука не могут. Еще вопрос. Можно сказать несколько слов про немецких ученых, которые после войны участвовали в их проектах, например, с агентствами? Ну, про немецких ученых я могу сказать свою точку зрения. Значит, немецкие ученые оказали колоссальное влияние на атомный проект. Первое. Они участвовали очень успешно и очень хорошо в Англии. Очень здорово Фукс участвовал как специалист в Америке. Это выдающийся физик, на мой взгляд. И очень хорошо помог Советскому Союзу, нас с вами. Но абсолютно ничего не сделали, на мой взгляд, в Германии. Понимаете? В нашем атомном проекте я могу сказать следующее, что, конечно, первая информация от Фукса по РДС-1, она была чрезвычайно полезна. Потому что, конечно же, мы с вами бы потеряли несколько лет и очень много денег для того, чтобы это все сделать. Поэтому вот про это я могу сказать. То, что они в ракетной части и в других делах. Ну, поскольку я все же плотно не занимался этим делом, но по той публикации, которая есть, было очень хорошее положительное влияние. Но подробно я бы не хотел говорить об этом, поскольку это все же вне сферы моей прямой деятельности. Владимир Владимирович, скажите, что у нас еще несколько слов по поводу американцев, первый в мою репутацию, вы говорите, что у нас естественно отличалось от запускной слойки? Нет, нет, дело вот в чем, что они сразу, они слойку не испытывали. Они, значит, сразу использовали принцип традиционной имплозии. Но они, значит, это, у них была тяжелая фактически вода с этими, с криогенной техникой. Очень громоздкие, тяжелые устройства, которые, конечно, ну, так честно говоря, это фактически были устройства, ну, сами понимаете, когда криогенная техника со всеми вытекающими, когда они, они, когда после 1953 года замерили, что у нас есть литий шестой, понимаете, они, конечно, для них это была полная неожиданность, они поняли, что их обошли, понимаете? То есть, да, вот принцип традиционной имплозии они испытали раньше нас, но поскольку мы использовали вот уже твердое горючее, компактное вещество, они поняли, что мы очень-очень близки, а 1955 год, когда радиационная имплозия в РДС-37 была полностью проверена, они поняли, что все, Советский Союз их догнал полностью. Нет, она несколько лет, там, два года назад, по-моему, мы ее выпустили, так что она, есть книга, значит, значит, про эту слойку мы, так что с ней можно познакомиться, она в несекретном виде, я иногда, да, я ее, поскольку я один из авторов, я ее, мы им дарим, нашим коллегам, которые у нас в гостях бывают. В этом году наш педагогический университет, видимо, выпускает последний специалистов, у которых в дипломе будет написано специальность физики. После этого наш педагогический университет, дольщик, который, который не будет, это будет замечено, значит, согласно. Теперь у нас на первом месте стоит теология. Вы, преподаватель, заявляющий, как же, олимпийский. У вас аналогичные процессы олимпийские? Вы знаете, я могу совершенно определенно сказать, что поскольку у меня, например, дипломе на физика, специальность физика, я считаю, что то, что такую специальность ликвидирует, это абсолютно неприемлемо, неправильно и вообще можно только назвать это явление нехорошими словами. Но я их произносить не буду. Еще вопросы? Можем тогда последний вопрос задать, если закончить нашу обсуждение. Скажите, у вас говорили, у вас еще несколько слов по контактам с другими ядерными центрами других стран. Вы говорили, что к вам приезжают американские, а сколько часто вы видите на российских ядерных, в американские или там английские? Вы знаете, у нас вообще установились партнерские отношения со всеми ядерными лабораториями Соединенных Штатов. Ну, в первую очередь, Лос-Аламус, Ливермор и Сандия. Особенно мы проводили достаточно много встреч, конференций. До сих пор они к нам приезжают на конференции, которые в Сарове мы проводим, и те конференции, которые они проводят. Сейчас, правда, значит, это сотрудничество несколько сузилось. На мой взгляд, это особенно из-за того, что МНТЦ приказывает долго жить, как говорится. Потому что это был замечательный совершенно механизм, который позволял именно нашим специалистам участвовать совместно. Ну, нам почему это интересно, потому что все же это по многим направлениям, особенно по установкам, американцы являются мировыми лидерами. И, конечно, то можно по статьям это все изучать, а можно вживую еще работать, например, на этих установках. Конечно, это вызывает очень большое сожаление. С французами у нас хорошие контакты, с англичанами, с китайцами. Вот, поэтому здесь, особенно в эти трудные 90-е годы у нас были достаточно много контрактов, по которым мы вместе работали и совместные эксперименты. То есть мы друг друга очень хорошо знаем, что в последнее время положительно. Сейчас подписано межправительственное соглашение между нами и американцами о вот этом международном сотрудничестве. Там указано очень много направлений, очень интересных. Есть надежда, что это все будет восстановлено и продолжено. Спасибо. Давайте закончим на этом. Наше учение, что мы говорим ради вам, это очень интересное. Спасибо.